резервированный был подмышку. Потом, конечно, PS пополам пошел, PS пополам значительно лучше, потому что можно было через какой-нибудь PS RAID вручную увеличить количество опросов, ну, опросов данных с мышки, насколько я понимаю. И это приводило к тому, что какая-нибудь шариковая Митсуми за 60 рублей, та пузатая двухкнопочная, просто творила чудеса в какой-нибудь кваке, да неважно где, то есть курсор сразу такой, у тебя плавненький, четкий и классный. Вот. Ну, а потом вот как раз серии MX Logitech и серии, соответственно, 1, 3, 4 у Microsoft мышки уже были такого уровня и датчики там, что закрывали все потребности. Короче, ты сейчас купишь любой, любой самый новомодный, новомодную мышку, новомодную клавиатуру, механическую, мембрану, неважно какую там, программируемые кнопки, непрограммируемые, и отлетишь вообще без шансов от человека, который играет лучше, чем ты. девайсы не вносят. Самое главное, чтобы они не мешали тебе. Если ты, если ты играешь, и у тебя нет такого, что что-то там не нажимается, не едет, ну, именно по причине механической, то все у тебя нормально. Кайндли говорит, MX-510 forever. Да, 500, 500, 510, 518, насколько я помню, это была тоже такая эволюция крупных мышек от Logitech. Они прям живут, ну, по-разному, конечно, живут, но некоторые... О, это что у нас? Подмай, это у кого? У красного, Фогги, понятно. Так, а Фогги чего вебка заглючила? Смотрите, он за это самое... застыл. Фогги, ты как там? Не могу дотянуться. Фогги! Да. А Нео, кроме Варик, еще какие-то игры комментирует. Это что-то для кого-то знакомо? Нет, кажется, нет. Я помню настоящую лазерную мышку, у которой вместо коврика было зеркало. Вот, вот я про это же, и кажется, я такую же. Там такой коричневый коврик с, кажется, мелкой сеткой. Мне даже 518 будущая жена на ДР дарила. Шарит. Сейчас 518 опять выпускает на новых лазерах, взял себе полгода назад. Я не знал. Я бы, если честно... Я видел, что там какие-то китайские поделки МХ-300, я бы вот МХ-300 бы взял. Чисто из... ну, или Г1, Г3, там они такой же формы. Поэтому, если будут снова выпускать такие мышки, я... Маякните, я возьму. Серьезно. Потому что у меня сейчас, хоть и неплохая Logitech 403, она по форме не такая большая, как 518, но в целом я мышки поменьше люблю. Короче, у Фогича все отлично. Он и заластхитил, и артефакт стырил. В целом, как вы понимаете, инициатором, ну, агрессором, так скажем, на старте будет выступать, конечно же, Фоги, потому что карта маленькая, подмах антрески, ультразрение, маневренность повыше. А, два барака. То есть, скорее всего, это даже будет застройка. Подскажите, где можно купить 518-ю? Ну, я думаю, надо гуглить просто еще. Конкретной ссылки не было. Очень много урона заносит Фоги. Просто дикий дамаг. А этот урон важен, потому что это все же Мунвелла. Это все Мунвелла. А где там Мунвелла, там делается 4-й, 5-й? 4-й сделан, 5-й не делается, ошибка. И не в этом месте, потому что может не достроиться даже. Да, привет, Карась! Карась! Все, сейчас будет продолжение агрессии. Дима... Мне кажется, что там не знает, что вообще два барака. Ё-моё. Очень плохо все. Минус один, две-три арчи можно убить. Нет, одного улетит. Ну, это чушь. То есть, это... Так нельзя агрессивно играть против двух бараков. То есть, человек, который увидел, что его будут с двух бараков пушить, выходить крепится вот так. Не должен. Гогич обновка, новый окуляр. Смотрю, диагонал побольше. А возможно, это камера, которую... А, нет. Возможно, это ему прислали как раз вебку ESL. Может, это их. Говорит, на Яндекс.Маркете тоже продаются, все эти линки продаются. Хорошо. Ну, 580-й, не по мне, мышки слишком большие. Хотя она, безусловно, культовая. Хороший блок. Ой, Сантри Вард еще выпадает шикарный. Очень небрежно играет Лил Ди Си. Да, четыре арчи, это... Это просто колоссальная ошибка. По идее, пока у тебя в Мунвеллах есть мана, ты не должен вообще никого терять из арчи. И не успевает сделать рейндж на арчей. Вообще без шансов. Второй герой Тинкер, хороший для того, чтобы отбиваться. Но... О, отличное окружение, просто шикарно. Кидай факту, чего ты. А, он с ракетами. Тинкер все равно падает. Ни одной хантрессы, даже базовую арчу, Фогич, не потерял. Сейчас он всю вот эту вот ману у себя... Да давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Выпивает, заходит в магазин за свитком лечения, и что он делает дальше? Просто в одну атаку человека ушатывает. Ну, типа там 1-1 грейды, 50 лимита на 30 с небольшим, и все. В какую сумму себя ограничиваешь, когда задумываешься о покупке новой мыши? Я в этом плане, я себя стараюсь не ограничивать. То есть, если это обусловленная какая-то покупка... Ну, понятное дело, что я не... Я не беру там какую-то мега дорогую механическую клавиатуру. Взял какую-то нонеймовскую, но хотя механическую. Но пока что у меня нет ситуации, что я на мышке экономлю. Спасибо вам за то, что подписываетесь и саппортите. Короче, минус 2 арчи. Димка не уйдет уже никуда. Фогги начинает уже протекторы делать прям... Ну, это очень наглая, такая примитивная игра, я бы даже сказал, со стороны Ла Лайта. И причем я знаю, что он знает, как с этим действовать. Ну, ой, Фогги же подзавис. Купил бы девятисотую серию логитеков, а это которые беспроводные и по форме такие же, как пятисотки. Я не помню просто, что такое. Ла Лайта, да, что-то я опять. Короче, смысл в чем? Если ты видишь, что против тебя играет Патма, и ты видишь два барака Хантрес, тебе не надо выходить с базы, настолько, по крайней мере, как он выходил, и не надо терять ни в коем случае арчей. Ни в коем случае нельзя терять арчей. Он потерял половину. У него было 8 арчей, он остался с 4. Да, они стоят овер 10к на релизе, 15к стоили. Не-не-нет, ну, такое я не хочу брать, во-первых, потому что беспроводная мышка для домашнего ПК, на мой взгляд, это не совсем нужная вещь. То есть беспроводная мышка хорошо по практике заходит к какому-нибудь ноутбуку для того, чтобы было меньше проводов. Там маленькие передатчики USB-шные, погнали. Просто чтобы в поездке было удобней. Но для домашнего ПК, на котором ты регулярно играешь, или там проводишь много часов за работой, зачем тебе отказываться от провода? То есть... Ну и нет, я... В таком случае, да, я бы ограничил просто в 15к отдавать за мышку, нет. Все-таки ты прав, есть ограничения. Я ориентируюсь, ну, там, по крайней мере, в пределах 100 баксов. Это G403, наверное, стоит... стоило 4,5 тысячи рублей. Солерий говорит, сегодня Бонич выпустил новость, что будет думать над сворачиванием стримов, аудитория донаты падает. У-у-у... Беда. Ну, у Бонича уже там третий брак готовится. У него есть основная работа. Он не приехал, к сожалению, к нам на майские, потому что на майских очень много тоже праздников корпоративов. Я думаю, что Бонич и не ставил стриминг... Да есть он никогда не отказывался от своей основной работы. Тем более, что есть сезоны, есть не сезоны. И... Я думаю, что Бонич не уйдет из стримов, он просто найдет игру, которая... Ну, или там несколько игр, которые будут просто... Так или иначе он будет играть, получать удовольствие и постримливать. Поэтому... Нужно просто, чтобы вообще все было без правдов, и мыши, и мыши, и клавы. Ну, может быть. Мне он не особо мешает. То есть все, что уходит от клавы и от мышки, идет вот в том направлении. Признаюсь, что провод от ушей мне периодически мешает. Иногда он закручивается. Да, он не такой длинный, но... Он иногда под руку попадается. Это неприятно. Плюс я задумывался над тем, чтобы все-таки взять блютусные наушники для того, чтобы слушать музыку на улице. Вот, но... Пока не нужно. Надо было ему тогда продавать YouTube-канал, когда предлагали. А, когда приходило этим письма. Отговаривает человека от третьего брака, пока не поздно. Ну, не его это. Не, ну вдруг повезет. Давно пора стримить корпоративы свадьбы, особенно если с драками хорошо зайдет. Да, Бонич профессиональный ведущий. Вот он типа не профессиональный стример, но ведущий профессиональный. То есть у него... Я уже об этом рассказывал много раз. Прекрасная белка, выработанная годами. Если он видит компанию, у него просто включается режим, он на все рефлексирует позитивно. Шутит по любому поводу. И вот. White America говорит, мышь купил G403, проводной очень доволен, на гарнитуре беспроводной Logitech G Pro X. Я ее не рассматривал. Но мышка такая же, да, у меня. Я всегда думал, что стримы для души больше, чем для денег заработать. Тоже приятный бонус, но все же. Мы не так давно, где-то месяца два назад, проводили анкетирование у наших стримеров на ГГЭ. И, ну, с целью понять вообще их цели, задачи и так далее. Так вот, половина людей, для половины тех людей, которые стримят на ГГЭ, из ключевых, которые вот даже много зарабатывают. Ну, там, сравнительно много. R0H51 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, для хорошего человека никаких денег не жалко. Жаль, пока таких не встречал. Я вот поймался на мысли, что встречал. Поэтому, да, у нас половина товарищей относится к этому как к хобби, а не к работе. И, более того, мне кажется, что в этом во многом и это одна из причин, почему я бы смотрел человека. Потому что, как только появляется очередной какой-нибудь новый стример, который... А у нас на ГГЭ там периодически появляются темы, там видосики совсем недавно, там кто-то закидывал. Сразу там какой-то шаблон. Сразу о донатах речь идет, естественно. Сразу все хотят на этом заработать. Причем иногда даже ты слышишь, что человеку не особо нравится то, чем он занимается. А стриминг — это про эмоции. То есть ты не можешь долгое время заниматься тем, что тебе не нравится, особенно в прямом эфире, особенно взаимодействуя с аудиторией. То есть если, например, мне не нравится какая-то игра... Сейчас мне, кстати, герои уже начинают поднадоедать. Это невозможно скрыть. То есть ты, конечно, можешь делать вид, что тебе неинтересно. Но постоянные зрители это все равно почувствуют. То есть... Ну и работает все наоборот. То есть если тебе действительно интересна та игра или тот контент, который ты делаешь, который ты стримишь, это передастся через интонации, через речь, через какие-то невербальные темы. И вот, а если твоя задача — не получить удовольствие во время процесса, ну, в нашем случае сейчас посмотреть, поболеть за наших, хотя интриги пока мало, но в следующем матче должно быть побольше, а заработать денег, то это трындец, с какой стороны посыл. Но хорошо бывает, когда ты и это самое, играешь там или стримишь, занимаешься тем, чем ты, в принципе, вечером бы хотел заниматься, да, и при этом тебе еще доход приносит. Все отлично. Главное, просто чтобы цели и задачи соотносились, потому что зрителям интересны эмоции, зрителям интересно тогда, когда интересно человеку, который занимается стримингом. Поэтому ставить задачу заработать денег на стримах, я считаю, не совсем правильно. То есть это должно быть вторым вопросом. А первое — это интерес. Но может, кстати, интересна уже не игра больше, а большие деньги, которые игра приносит в нее. Да-да-да, это... И часто мы видим, что некоторые товарищи вынуждены, например, стримить какие-то вещи, которые выходят на хайпе, но которых, естественно, больше людей смотрят, но стримеру это не так интересно. Поэтому... Как думаешь, HotTube стримерам нравится то, чем они занимаются? Ну вот это прям в точку. Да, там прям душа продана сразу, просто на старте. То есть ты... Ты хреново относишься к людям, которые тебя смотрят. Ну то есть не можешь их уважать, потому что ты манипулируешь ими. Ты показываешь, блин, оголяешься специально. Ну и... Капец, это прям... Стриггер... Стриггернули меня. Не, ну может, кому-то и нравится. Я имею в виду не смотреть, смотреть-то понятно, там объясняется это очень легко. А вот покупаться, попереодевать бикини, внимание попривлекать. Да, вполне вероятно, что кому-то это нравится. А зрителям интересно, как Майкер подгорает во время... Да-да-да, это что же эмоции? Они, конечно, тоже могут быть положительные и отрицательные, но эмоции... эмоции. Самые главные эмоции. Дорелл говорит, не надо, на HotTube все друг друга любят. Хорошо, как скажешь. Будет ли в ближайшее время ладер с психами? Я думаю, что это будет следующий шаг после 2 на 2 с Лешей. Я потяну в микроконтроль, потяну в селф-конфидент, уверенность, короче, в себе. И уже буду поигрывать соло. Хочу больше варкафта. Но начнем мы с Лешей с 2 на 2. Так, давайте к игре. У нас Лил Диси, желтенький левый нижний угол. Фогич все еще подвижший, кстати. Камера у него как не работала, так не работает. Два Demon Hunter абсолютно одинаковые даже по артефактам. Посмотрите, они очень похожи. Большой инвул выпал. Ну там, серклетка-кольцо. Ну, носок-серклетка лучше, конечно, чем... Ну, не совсем, но лучше все-таки. Microsoft 2 на 2. Да-да-да, Фокус М, я думаю, что это получится хорошо. Главное мне не подстраиваться под Лешу. По речи. Потому что, ну, и это самого... И самого бодрого бобра усыпить может своим монотонным... Поэтому... Мне нравится, что Лил Диси по олдскулу ставит магаз на КТ-2. Так он же с арчами пушит. Нага сейчас будет, да, и под пуш. И как раз... А зачем он делал магазин, если не закупился в нем? Вот-вот-вот... Где? Вот какая логика, друзья? Если бы у него было две... Две бутылки жизней... То... Ой, хорошо начинает Лил Диси, на самом деле. Очень хорошо начинает. И Диси doesn't have it. Нага... Става не хватает. И Судар, и Бёрн. Почему... А, даже одного не хватит. Недоконтроливают Лил Диси. Ну, сейчас Нага выскочит из алтаря, и можно будет после этого... А, он строит еще один магазин. Не, какая-то, какая-то чушь. Я думаю, что на контроле Фогич просто здесь вырулит. Да, его меньше, минус 10 лимита. Но там лорницы потихонечку достроятся. Плюс он делает протектор, перестраховывается, понимая, что у противника это улынчик. Ну, диспельси, ну... Ну, у Лил Диси будет одна атака. Одна. Три оф Этернити? Серьезно? What? Окей. Да, и будет догонять медведями пытаться. Дима врывается. Моноберный очень хороший, в том числе и от Фогича. Пустой Диман Хантер. Блин, и Нага опять прошла мимо магазина, ничего не купила. Вот как это объяснить? Кроме нервов и волнений никак. То есть ты ставишь магаз ранний. Не закупаешься в нем. А когда герой пробегает мимо, ты снова в нем не закупаешься. Это такая дичь. Видимо, волнуется Лил Диси. Ну все, это ези 2-0. На следующем матче у нас с вами ставочка есть. Не в мою, скорее всего, пользу, но Плиз изъявил желание 500 рубликов на Дайс поставил. Я на хавках. Возможно, здесь даже и не стоит... Хотя нет, надо было с Арчами подпушить после этих четырех. Да не хватило бутылок просто. Просто не хватило бутылок. Наги не хватило бутылок в первой стычке. Стаффа не хватило под Нагу в первой стычке. Можно было не убегать просто, а потанковать немножечко даже своей Нагой Диман Хантера вражеского. Ну, вместе с Армией, естественно. А сейчас уже не продавить. Сейчас появится первый Риджу, плюс есть протектор. Что ты сделаешь? Ничего. Хороший Берн на 90. Нага пустая у Лил Диси. У меня все еще Лил Диси больше со вторым Старкрафтом ассоциируется. Хотя Варик Третьего, он по годам-то играл, наверное, больше, чем во второй Старкрафт, учитывая то, что он... Арктонс поддержал ваш канал. Тысяча рублей, сообщает. Ставлю на Императора. Да, Император уже отыграл. У Фогич недоконтраливает Арчу. Спасибо, Арктонс, за поддержку. Медведи, как вы помните, после патча выходят с большим количеством маны. И, соответственно, продавить, учитывая то, что у медведя-мастеров чуть ли не на два Риджуа хватает сразу. Значительно сложнее становится. Поэтому то, что Фогич отобьется, почти никаких сомнений у меня не вызывает. То, что у него пораньше Т3, это нет, неправда, еще он не доделался. Сейчас он подрезает пару Арчей. Am I right? Извините. Высокий голос там. Я сразу начинаю... ...пере... ...повторять. Возвращается Арчамин назад. Ну, какие тут варианты? Медведи-мастера. Можно попробовать, если лес есть, еще метко сделать. Сейчас Арбу купил один, Арбу купит второй. Став хорошо. Да, все вот эти вот траты в Арчей. Лил Ди Си не особо как реализовал. Да, он там подрезал у врага Арчорок. Неплохо. Я, правда, не заметил, но говорили, что там 4 человека подрезаны. Ну, где Берн-то? О! Да вроде первым... Вы видели? Лил Ди Си первым среагировал на Берн, но почему-то... Что? И опять без стаффа ходит. То есть это минус Арчу можно просто сделать сейчас. А, он хочет даже и медведя. Ну, купил стафф. Ну, купил, надо стафф, наверное. Отлично. И все равно додавить может сейчас Фогич. А у него медведей больше. Там у Нвелла пустые. И у Фогича в целом с контролем все, значит, на лучшее. Мы можем видеть, как много дамага они делают. Фогич спрятает дамага, что он делал. Два Арча сняли на Мунвеллу, а он блокирует Мунвеллу. Ой, красиво. Красиво. Арчи не могут зайти в Мунвелла. Умирают. Фогич отконтроливает Медведя назад. Привет, стоп ту лайт. Всем здрасте, друзья. Сейчас мы досмотрим этот второй матч. Бутылку вынужден выпить. Был. Реджуф пошел. Еще один Реджуф слева. Нага немножко подставляется. Дима тоже у Фогича восстанавливается. Висп, Рейк. Висп сбивает Реджувенейшн. Но в целом там осталось чего. Два героя, один медведь. Это конечное. Безусловно, конечное. Став. Диман Хантер выпивает еще одну бутылку. Вынужден. Нага еле-еле выживает. Инвул. Телепорт. Два Реджуфа. Сейчас раз. Почему второй не кинул Реджув? Два красных медведя, а ты Реджув не кидаешь. Да, падает Димка. Нага уходит. Медведь. Без шансов. Просто без шансов. Так, что там еще? ГГ на ГГ лагает, на Ютубе ГГ не лагает. Чем по двух что? ГГ на ГГ лагает, на Ютубе ГГ не лагает. Сухарик, ты имеешь в виду, что ретрансляция на Ютубе? Ну, Ютуба мощности очень хорошая. У них, конечно, сервера стоят в любом городе, даже России. У них все очень хорошо с доставкой контента. У нас, к сожалению, есть ограничения. Там еще был комментарий от Крока. Помню, в школе учился, смотрел воды Майкер с Варденки и талонами, что Арчамин на Низинах Орг встребил. Да. Было такое. Фогич без проблем справляется. Но вот следующий матч Хавк против молодого Щегла. Ну, хотя молодой Щегл вот и... Тавтология есть небольшая в этом деле. Дайса. А ГГАкс говорит, Миша, а сколько надо миллионов рублей, чтобы ГГ вошел на Олимп? Олимп в чего? У Твича ценили в 970 миллионов баксов. Сейчас он, естественно, стоит дороже. А Миксер, этот майкрософтский, который купленный, в него вложили, судя по контрактам стримеров, успели вложить где-то 40-50 миллионов баксов. Но быстро свернули, потому что там профи-то... Ой, подождите, что это... Там один только стример столько стоил. Там было же не только Ниндзя, еще несколько стримеров они купили. Вот, если говорить про СНГ, то у нас ВАСТ есть, который вливает порядка 120 миллионов рублей только в маркетинг каждый год. И все равно это только по сезонам пока что работает. То есть не факт, что это правильное вложение средств. Я не знаю, как я бы поступал, потому что у нас таких денег все равно нет. Поэтому задача очень непростая. Она не только в деньгах. Для того, чтобы прям выходить и конкурировать, нужно работать сразу по нескольким направлениям. Нужно работать с антимонопольной. Нужно брать партнера типа там Яндекса и Сбера, у которых отличная сеть доставки контента есть, отличная IT-инфраструктура, у которых в целом анлим в рамках страны, по крайней мере, ресурсов. И есть много внутренних компетенций, которых нам не хватает. Ну там по, может быть, аналитике, по маркетингу, почему-то еще. То есть это такой дикий комплекс. Ну, короче, тяжело. Узнаю о трансляциях на YouTube, но потом иду смотреть на GGS. Спасибо, SciSific. Я вот всегда твой аккаунт никак не могу правильно прочитать. Сейчас Routube раскручивает. Почему именно сейчас? Routube начали раскручивать еще когда Gazprom Media Digital его приобрел. И начали туда уже потихонечку эксклюзивный контент пускать. Все понятно. Но самый главный вопрос, когда Акула на ракете появится? Акула на ракете. Бобер на бревне. У меня есть опыт привлечения инвестиций. Подойти к проекту, можешь написать, если есть вопросы. У нас в целом есть товарищи инвестиционные. Они работают, парочка. И есть консультанты. Поэтому вопросов нет, Буа. Но спасибо, что предлагаешь. Самый главный вопрос, когда белый ГГ. Чего-то его знает. Как тебе возможность сделать свои экстеншены, как на Твиче? Очень много разработки нужно. Очень. Сейчас другие приоритеты. МКЛ ориентировочно будет в конце этой недели. Ждем, когда наше принципиально новое приложение выйдет в App Store. Там оно прям новое-новое. И к этому мы приурочим следующий выпуск МКЛ. Турин говорит, а вообще у вас самих есть желание, амбиции или больше хочется оставаться в рамках маленького лампового комьюнити? Я на самом деле не особо определился еще по поводу, по этому вопросу. Миша, я на внешних сайтах рекламу ГГ не видел ни разу, но вообще есть. Есть эксперименты. Когда у нас появился аналитик продуктовый, мы несколько источников, ну, юнит-экономику построили, несколько источников трафика проверяли. И периодически по необходимости трафика покупали. Ребят один поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Микер, инвестируйте в меня. Я самый лучший. Это правда. Мне мама сама так сказала. Ну, мама была права. Мама была права, ты самый лучший. Таракан. Я видел рекламу группы ГГ в ВК. Этого мы точно не должны были делать. То есть я не знаю, кто ее приобрел. Ты не думал брендировать ГГ Боннивуром, что прямо во весь рост на главной страничке? Этого, боюсь, нам обойдется очень дорого. О, Фогич, интервью. Слушай, ты, конечно, очень силен в Мироре. На первой карте. Это все идеально для тебя складывалось? Ну, я его там поймал. В начале и после этого. Ну, короче, потом потекло все. Что еще раз? Я чатик читал. Я видел, что димка третьего левела очень сильный против масс-арчей. Масс-арчей, они не наносят много урона им. И потому что Лил Ди Си так много всего вложил в это, это дало мне возможность быстрее, быстрее, быстрее сделать Т3. Ну, после патча медведи очень сильные. Тот, есть вопросы какие-нибудь? По поводу двух новых карт спрашивают в мэп-листе. Ну, я думаю, это очень хорошо. Мне нравится, но я не так много наиграл. Пока еще сложно сказать. Я не очень себя уверенно чувствую на этих картах. В Мироре какая мета? Ну, медведите, покажется, хорошие. Ну, как ты думаешь, Демон Хантер и Медведи более универсальная стратегия, потому что Колорфул там с Муном по этой страте хорошо отлетели? Я верю, что Патма может быть хороша. Я думаю, что Мун допустил серию, ну, несколько ошибок. И очень многое зависит в этой стратегии от начала. Если ты играешь в Маздриад, возможно, два Реджува не вносят такого влияния. Ну, конечно, и в Колорфулу легче стало играть в Медведя. Может быть, немного. В World of Champions Ты проиграл, проиграл раньше, чем обычно. Икс Лорду. Ты хочешь отомстить ему на этом турнире? или никогда это не было личным? Ну... Я думаю, я действительно очень плохо сыграл тогда против X-Lord. Я обычно играю обычно лучше с ним. Да, конечно, я хочу переигровки. И надеюсь, в следующий раз я не разочарую моих фанатов. Спасибо. Ну, сегодня ты, конечно, нас не разочаровала. Очень уверена игра. И увидимся с тобой в пятницу. Спасибо, ребята. Вы отличную работу делаете. Спасибо за интервью. Пока. Какая милота.